Здравствуйте! Многие из нас, имея дачу, имеют и желание украсить ее пышно цветущими растениями. Но большинство растений, в том числе и садовых цветов без достаточного полива, не могут полноценно расти и развиваться. Некоторые просто погибают от засухи. И если у вас нет возможности часто поливать свои клумбы с цветами, особенно в жаркую погоду, то не стоит сажать их, чтобы не мучить. Но как быть, если хочется все-таки иметь на своем участке цветник, радующий вас своим ярким цветением. Спасибо за вашу поддержку лайками и комментариями. Также вы можете поддержать канал финансово, всю информацию найдете в описании под роликом. Ну, а мы продолжаем. Выход есть, ведь надо всего лишь подобрать однолетние засухоустойчивые цветы для клумбы, которые легко переносят недостаток влаги, не утрачивая при этом своего красивого и пышного цветения. Некоторые правда считают, что неприхотливые к условиям содержания растения не очень привлекательны внешне, но это ошибочное мнение. Сегодня мы расскажем о некоторых таких растениях, очень красивых и ярких, которые будут радовать вас своим пышным цветением и полив которым нужен минимальный. Среди них есть и высокорослые и низкорослые цветы. А некоторые из них еще могут наполнить ваш сад неповторимым ароматом. Существует ряд правил, которые нужно соблюдать при создании такой клумбы, место надо выбирать с учетом растений, которым нужно солнце и тех, кому нужна полутень или тень. Почва не должна быть заболоченной и без застоя воды, также нужен хороший дренаж из гальки и песка в почве, и это обязательное условие. Растения надо подбирать для клумбы, которые должны сочетаться по виду и условиям содержания, к примеру, не смешивать вместе тенелюбивые и светолюбивые цветы. При посадке растений обеспечивать им достаточное пространство друг от друга, чтобы была возможность свободно разрастаться. Правильно располагать на клумбе высокорослые и низкорослые растения так, чтобы они не закрывали друг друга, а дополняли и подчеркивали декоративность. Ну и начнем мы подборку с такого замечательного растения, как диморфотека. Это удивительное растение родом из Южной Африки. В природе существует около 20 видов. Растение неприхотливое, как многолетнее оно культивируется только в теплых регионах, а в средней полосе и холодных районах только как однолетник. Это низкорослое растение, цветущее все лето мелкими цветками оранжевого, желтого, сиреневого, розового, белого и голубого окраса. Выбирая место для посадки, имейте в виду, что расположить ее можно как на солнечном, хорошо освещенном, так и слегка затененном месте. Самое главное, чтобы там не было застоя воды. Диморфотека также не боится ветров, поэтому хорошо растет и на ветреном месте. Но растение боится даже легких первых заморозков, с приходом которых оно и погибает. Почва для диморфотеки нужна легкая, в идеале песчаная. Растение идеально для выращивания в контейнерах и горшках. У диморфотеки можно собирать вызревшие семена, то есть, купив их однажды, каждый год ее можно выращивать уже из своих семян, что и делают почти все цветоводы. Лучше всего выращивать диморфотеку через рассаду, так и растения будут крепче и цвести она начнет раньше. Обычно семена цветов высевают в конце апреля в теплице, а к концу мая, когда устанавливается стабильная теплая погода, их можно высаживать в открытый грунт, ведь рассада будет достаточно рослая и крепкая. В цветнике диморфотеку располагать лучше с яркими растениями, петунией, однолетними флоксами, пеларгонией, агератумом и бархатцами. Выбирая для нее место, нужно помнить, что ей нужен свет и тепло. Кермек – это растение с пышными и яркими цветками, которые не теряют свои окраски после засушивания. Другие названия растения – лимониум, статицы и перекати поле. В природе это степное растение, поэтому оно прекрасно переносит недостаток влаги. Высота растения бывает от 30 см до 1 м. Цветки, собранные в метельчатые соцветия, имеют широкий спектр окраса – розовые, фиолетовые, синие, желтые, белые и зеленые. Цветет кермек с середины лета и до заморозков. Наиболее популярный однолетник, цветущий ярко-синими соцветиями и достигает в высоту до 80 см – это кермек выемчатый. Есть и многолетние виды растения – это кермек древовидный и кермек гмелина. Они морозоустойчивы и могут зимовать без укрытия. Почва кермеку нужна питательная, песчаная, в поливе практически не нуждается, но один раз за лето его нужно подкормить комплексными удобрениями. Не поражается ни вредителями, ни болезнями. Выращивают кермек семенами, высевая их сразу в открытый грунт в конце мая. Можно выращивать и через рассаду. Но так как растение плохо переносит пересадку, высаживать рассаду нужно с комом земли так, чтобы в розетку не попали ни земля, ни вода. Иберис – это одно из тех растений, которое цветоводы выбирают для украшения своего участка или цветника. У него очень красивые маленькие цветочки, поэтому их используют в оформлении различных цветочных букетов, как украшающий элемент. Цветение обычно бывает настолько обильное, что не видно листвы и стеблей. Иногда этот цветок еще называют разнолепестник, перечник и стенник. Некоторые виды Ибериса бывают морозостойкие, но в основном он распространен в теплых краях, родиной его принято считать Испанию. Он и название свое от нее получил, ведь Иберис – это древнее название страны. Выращивать его довольно просто, высевая семена сразу в открытый грунт в конце апреля. Можно посеять семена в разное время дважды, сделав перерыв после первого посева две недели. Такой посев обеспечит вам более длительное цветение растения. Если всходы будут довольно густые, их обязательно нужно проредить, оставляя расстояние между ними примерно 15 см. Как и большинству засухоустойчивых растений, почва для него необходима песчаная или каменистая, так как избыток влаги ему не нужен. Уход за Иберисом довольно простой, в основном это обрезка на треть длины отсветших побегов. Полив осуществляется только в засушливую погоду, в очень жаркие дни. Подкормки можно не проводить, но замечено, что после жидкой комплексной подкормки цветение Ибериса становится вдвое пышнее и гуще. Гипсофила – это цветущая травянистая или кустарниковая культура из семейства гвоздичных, в переводе с латинского языка обозначает любящая известь. Большая часть видов этого растения, а их насчитывается более сотни, предпочитают расти на известняках в естественной природной среде. Однолетники и многолетники распространены во многих странах на северо-востоке Африки, а также в Новой Зеландии и в Евразии. Цветущая гипсофила состоит из мощного разветвленного корня, прямого и почти безлистного стебля, высотой до 50 см, овальных по форме мелких листьев, соцветий метелок из маленьких белых или розовых цветков и плодов с семенами. Семенами размножаются однолетники и некоторые многолетники гипсофилы. Однолетние виды рекомендуется высаживать под зиму в открытый грунт. К середине весны сеянцы наберутся сил и будут готовы к пересадке на постоянное место. А многолетние растения лучше выращивать рассадным способом. Мезембриантимум – это растение из рода суккулентов, родом из Южной Африки. Название его в переводе с греческого означает «цветок и полдень». У основных его видов цветы раскрываются только в солнечную погоду, днем. Поэтому в народе его часто называют «полуденник». Если до наступления первых заморозков и холодных ночей срезать растения и поставить в вазу в комнате, он будет еще долго цвести даже без воды. Все потому, что в его листьях и стеблях накапливается достаточно большое количество влаги и полезных веществ. В южных областях можно высевать семена мезембриантимума напрямую в грунт, но в более северных регионах обычно пользуются рассадным методом. К такому посеву приступают в начале апреля. Важно, чтобы сеянцы получали достаточно света, поэтому в более ранние сроки освещения им может не хватить. В этом случае сеянцы могут стать более хрупкими, а темпы их роста заметно снизятся. Ливиный зев или антирвинум – это неприхотливое цветущее травянистое растение, не требующее много времени и сил на уход и содержание, и отличающиеся длительным периодом цветения, который продолжается с начала июня и до середины октября. Цветок привносит заметное оживление на любую клумбу или цветник, он популярен среди цветоводов-любителей и среди настоящих профессионалов ландшафтного дизайна. Культура богата разнообразием видов и гибридных сортов, обилием которых многие обязаны кропотливой и многолетней работе селекционеров. Среди множества разновидностей львиного зева можно встретить разные оттенки и цвета, кроме синего и голубого. В народе растения называют ласково собачки, так как форма цветка напоминает раскрытую пасть, львиную или собачью – это кому как видится. Цветущая культура легко размножается семенами, рассадным и безрассадным способом. Посадка семян в открытый грунт используется нечасто, так как схожесть семян при недостаточно прогретой почве в весеннее время невысокая. Вырастить цветок таким способом довольно хлопотно, поэтому наиболее популярным является метод выращивания культуры из рассады. Рассада львиного зева выращивается в комнатных условиях, после чего при благоприятных погодных условиях переносится в открытый грунт на цветник или в сад. Бархатцы – это первые заморские цветущие растения, которые появились в XVI веке в России. Эти травянистые однолетники и многолетники из семейства астровых насчитывают почти 40 различных видов и известны во многих странах мира. Цветущие кусты состоят из мочковатой корневой системы, разветвленных или прямостоячих стеблей с листьями различных зеленых оттенков, желтых, оранжевых или светло-коричневых цветков и плодов семянок. Особенностью растений является продолжительный период цветения, который начинается в июне и заканчивается с приходом первых осенних заморозков, а также сильный пряный аромат, исходящий от листьев. Культуры часто размножаются самосевом, так как высокая всхожесть семян сохраняется на протяжении трех или четырех лет. Высота куста зависит от вида и сорта, начинается от 20 см и часто достигает более метра. Неприхотливые цветы бархатцы смогут вырастить даже новички в цветоводстве. Растения легко приживаются при пересадке цветущего куста и дают хорошие всходы при семенном размножении. Благоприятное время для посева семян бархатцев в открытый грунт – это середина или вторая половина мая, когда почва будет достаточно прогретой на солнце. Посев семян на рассаду проводится ранней весной. Если высевать разные виды бархатцев с небольшим интервалом, то их активное цветение начнется одновременно в начале лета. Чем раньше посев, тем быстрее растения зацветут. Молочай окаймленный – это красивый однолетник, родом из Северной Америки, где он обитает в основном на горных склонах. Его любят цветоводы за необычную красоту листьев, по краю которых проходит белая широкая кайма. Как у большинства растений с красивыми листьями, цветки у молочая невзрачные и мелкие. Он очень быстро растет, к осени вырастает в высоту около 80 см. Цвести начинает с середины июля и продолжается до заморозков. В уходе молочай неприхотлив, устойчив к болезням и не привлекает вредителей. Главное, ему требуется хорошо освещенное солнечное место, даже в легкой тени он теряет свою декоративность. Размножается хорошо самосевом, поэтому, посеяв его однажды, вы навсегда поселите его на своем участке. В цветниках молочай декоративно смотрится рядом с красивоцветущими растениями и злаками. Нигела – это декоративное травянистое растение, которое принадлежит семейству лютиковых, насчитывающему около 20 видов. В народе цветок часто называют чернушкой. Местом его произрастания являются европейские западные страны, Азия и Африка. В переводе с латинского нигела означает черный, что характеризует ее внешний вид. Семена растения отличаются ярким угольно-черным окрасом. Изначально цветок принялись выращивать в Турции и на Кавказе, постепенно он перекочевал в Индию, а потом получил распространение в Европе. В Англии черный тмин, сезам, мускатный орех и кориандр именуют нигелой, однако к ним чернушка вовсе не относится. Цветы нигелы часто встречаются в ландшафтном дизайне. Их размещают возле заборов, тротуара или выращивают на клумбах и альпийских горках. Благодаря своей привлекательности растения используются при создании любых цветочных композиций. Посев осуществляется исключительно с помощью семян, которые высаживаются в почву в начале мая или поздней осенью на глубину не более 2 см. Побеги являются устойчивыми к вымерзанию, однако на начальном этапе роста их необходимо защитить любым укрывным материалом. Растения чувствительно относятся к пересадке. По этой причине стоит заранее определить будущее месторасположение нигелы. Растение эшольце или калифорнийский мак – это представитель семейства маковых. В состав рода включают примерно 12 разных видов, обитающих на Западе Северной Америки. Своё научное название цветок получил по фамилии фон эшольца, русского ботаника. Именно благодаря ему цветок попал в Россию. Из-за сходства с сородичем он также известен как «калифорнийский мак». Испанцы же называют растения золотой чашей. По легенде испанские искатели сокровищ причалили к калифорнийскому берегу, привлечённые исходящим от него золотым сиянием. Но там вместо груд золота они увидели поля золотистых цветочков эшольцы. Цветки и драгоценный металл связывают и другое предание, по которому именно на местах, где росли эшольцы, появляются золотые месторождения. Очаровательные нежные цветки эшольцы делают её желанным растением во многих садах. Растение эшольцы отличается неприхотливостью в уходе и продолжительностью цветения, оно длится с начала летнего сезона до осенних заморозков. Существует два одинаково эффективных способа посадки семян эшольцы – осенний и весенний. При весеннем посеве период цветения наступает только в начале лета. Высаживая семена калифорнийского мака под зиму и обеспечивая им максимально приближённые к природе условия, стадия цветения наступает на несколько недель раньше. Портулак является представителем декоративных растений, он особо ценен за красивое цветение. Портулак распространён практически на всей территории Евразийского континента. Недостоверным является мнение, что родиной этого растения могут быть тропические территории Восточного полушария. Более точно определить место происхождения портулака на сегодняшний момент невозможно. Название портулак переводится с латинского как воротца. Такое имя растение получило благодаря необычно раскрывающейся созревшей семенной коробочке. Для посадки годятся семена портулака, которые хранились от полугода до трёх лет. Портулак может быть выращен как из рассады, так и путём прямого посева семян на клумбу. В открытый грунт как семена, так и рассаду высаживают при постоянных дневных температурах не менее 20 градусов, поскольку растение боится холодов. Для получения рассады семена в домашних условиях сеют не раньше апреля. Ну вот и всё на сегодня. Все эти растения можно приобрести перейдя по ссылке в описании или в закреплённом комментарии под роликом. Подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь этим видео и оставляйте комментарий. Также переходите по ссылкам на другие платформы с нашим каналом. Ссылки также найдёте в описании под роликом. И если хотите поддержать канал, то ссылки тоже в описании. Спасибо за просмотр! Удачи вам и будьте здоровы!